Симон Плакал Симон Петр, со слезами умолял Бога и говорил О, если бы не отрекаться мне от Тебя, ведущий все сокровенное Увы, отрекся я от Тебя, учитель мой, и поступил, как изменник Иуда Вслед за собою, в свой овчий двор, влетей меня, заблудшую овцу в мире Иду вслед за Тобой и желаю быть с Тобою Я изгиб, да буду же обретен и восполню с собой историчное число Гавриил со всеми сонмами ангелов дорадуется и возвеселится о Тебе, добрый пастырь Потому что на раменах Твоих принес Ты заблудшую овцу для восполнения историчного числа Любовь Твоя лучше вина Песнь 1.1 Благорасположение Твое лучше, нежели приязнь тысячи праведных В вине Твоем изливается на нас благословение Потому что чашей крови Твоей приобрели мы новую жизнь И праведники да восхвалят любовь Твою Вот обезображен я был грехами своими Но как скоро покаялся и обратился, опять стал прекрасен Еще в крещении совлек ты с меня нечистую ризу И из бани этой вышел я прекрасным и чистым Покаяние увеличивает красоту одеяния моего Облечен я был в сетовании И опять украшает меня светлая риза 15.1. Как горек ты мир, как непрочны Твои блага И, увы, день суда близок От Твоих выгод потерпел я вред Приобрел себе только несчастье Увы, день суда близок Прельстили меня радости Твои И иду теперь в муку Увы, день суда близок Не заботился я о себе И потому подвергаюсь наказанию вместе с несчастивыми Увы, день суда близок Вот все дни мои прошли в суете И исчезли Увы, день суда близок Горе ленивым, которые предстанут там без добрых дел Увы, день суда близок Ужас обымет там нечестивых, которые в мире прилагали беззаконие к беззаконию Увы, день суда близок Обременен я долгами Как знаю это Что же буду делать в то время Увы, день суда близок Велико блаженство праведных Велико блаженство праведных Велико бедствия нечестивых Увы, день суда близок Дни мои утрачены Приходит же и приближается суд Увы, день суда близок Поставлен уже престол судей Праведники вводятся им в царство Увы, день суда близок Не знаю, каким бы образом оказаться мне невинным на суде Увы, день суда близок Дни мои прекращаются Помилуй меня, грешника По милосердию твоему Увы, день суда близок Огонь гиенский пылает уже для нечестивых Увы, день суда близок Спешно идет судья И воздаст каждому по делам его Увы, день суда близок Ангелы-хранители уже посланы И не внимают ничьим просьбам Увы, день суда близок Призрил я заповеди твои Посему при конце ожидает меня огонь Увы, день суда близок Запустение и тьма Ожидают там нечестивых Увы, день суда близок К тебе взывая в нужде моей Услыши меня виновного И спаси Увы, день суда близок Да воссияют щедроты твои И да умолят тебя Потому что я нечист и не могу умолять тебя Увы, день суда близок Да возгорится снова светильник Мой в непроницаемой тьме Увы, день суда близок Да помилует меня благость твоя Когда откроется царство твое Увы, день суда близок Шестнадцать Оставляются долги тем, кто просит о помиловании Но смотри Не питай ненависти к братьям своим Когда просишь оставления долгов За дверями остаются те молитвы Которые, возносясь к Богу Не имеют при себе любви Потому что одна любовь Отверзает двери молитве Что соль для жертв твоих То любовь для молитв твоих Если пренебрежешь этим И не принесешь этих дополнений То и жертва не будет принята И молитва не будет услышана Если брат твой гневается на тебя То гневается на тебя Господь А если примирился ты с братом своим долу То примирился и с Господом твоим горе Если восприемлешь брата своего То восприемлешь и Господа твоего Итак, примирись с ним в лице оскорбленных Возвесели его в лице опечаленных Посети его в лице больных Напитай его в лице алчущих В лице утомленного путника Уготовь ему мягкое ложе Омой ноги его Посади на первом месте За трапезой своей Приломи хлеб свой И удели ему Подай ему и чашу свою Он оказал уже тебе Гораздо большую любовь Подчеркнул воды Осветил ее И омыл ее Неправду ею твою Раздробил для тебя тело свое И кровь свою дал тебе в питье Сколько блаженны мы, грешники Потому что самая благодать Восстает на помощь нашу Если принесем одну каплю слез Она изгладит и уничтожит Все рукописание наших долгов Вот состраданием вопиец С любовью взывает она Приносите ваше рукописание С ними и ваши слезы И этого достаточно Чтобы долг ваш Не предварил вас сам Хвала тебе, Боже мой Благости правда Это две руки у тебя Простертые над каждым Одна наказывает Чтобы другой доставить Случай помиловать Тысячи лет проводил бы ты Безрассудно Если бы продлилась жизнь твоя А между тем Сколько бы ты ни плакал Не мог бы удовлетворить За грехи одного года Потому что слишком велика Твоя неправда И ты лжец Поэтому воздай хвалу тому Кто дал тебе приз Быточествующее обетование А именно Что он Если найдет тебя Бдящим С пришествия свое Посадит тебя Выше рабов своих И сам будет Служить тебе Несмысленный видит Щедроты И дерзновение Грешит Поскольку знает Что есть у него Врачество Которое исцеляет Его даром То не щадит Своего тела И покрывает его Ранами Но хвала Мудрому Который не поступает Безрассудно Хотя знает Что щедроты Могут ходатайствовать За его безрассудство Однако же При всей Великой надежде Как будто не имеет Надежды Хвала тому Кто упорным Предложил То и другое И кроткие щедроты И строгие наказания И кто упорно Противится щедротам Того вразумляет Страшными казнями Какой ужас Как болезненно Это сердцу При каждом из нас Всегда невидимо Стоит незримый писец И записывает Слова и дела Его На судный день Кто может устоять Пред строгим Правосудием Которое требует Отчета Даже и в мановении Очей Не оставляет Без исследования Ни одного Взгляда Но приступите Выслушайте И ободритесь Как не строго Истязание Правосудия Но если человек Покается Одна капля Слез И сглаждает Рукописание Долгов Его Приступите Выслушайте И содрогнитесь Как не Преисполнено Щедротами Море Благодати Не покаявшемуся В день Суда Никто Не источит Даже И малой Милости Благодарение Благоволению Твоему Которое Срастворило Два Прекрасные Источника Помощи И правосудие Твое Милостиво И милость Твоя Правосудно Дотронется Же благость Твоя Зрелищем Сокровенная Всякого Рода Проказы На мне Да исполнится Господи Слово Сие Прокаженный Да очистится По закону На мне Да исполнится И это Приумножение Греха Стало Призабиловать Избыточествовать Благодать Поскольку Грехи Превозмогли Во мне Господи То и Возобладают Надо мной Щедроты Семнадцать Стал бы Воспевать Я Господа Если бы И непреподобные Уста Могли Словословить И величать Его Стал бы Учить Если бы Дозволено Было Стать Истолкователем И недостойному Говорить Благословен Отверзающий Ум Грешным Уста Наши Это Путь И мост По которым Проходят Часто Непристойные Речи Должны же Они быть Внешнею Дверью Во святилище Внутри Которого Святое Святых Благословен Преклоняющийся С высоты Величия Своего И обитающий С нами Весьма Великая Милость Человеку Что Познает Он Бога И Бог Приближается Ко всякому По мере Сил Человеческих А между Тем Известно Что Немощь Наша Не в состоянии Приблизиться Ведением Своим К Святилищу Божества Благословен Он И за то Что грешники Смеют Приближаться К нему И восхвалять Его Когда Человек Почтенный Впадает В проступок Тогда Не хочет Он Чтобы Видели Его Знакомые Чтобы Знал Кто Прежний Его Неукоризненность Но Ему Желательно Чтобы Все Забыли Прошедшие Чтобы Можно Было Ему Не Сцедиться Своего Проступка С усердием Братья Просите Милости У Судьи И Научитесь Что В мире Все Скоротечно Что Богатство Красота И Власть Приходят Как Ничто Благословен Тот Чье Владычество Никогда Не Приходит Ничего Нет Постоянного В мире Семь Для Чего Ж Мучим Себя Служением Миру Все Стар И Но Семен Семен Ко Хлопотали Вчера И Все Дни Проходят У нас Без Пользы А Чего Ж Никогда Не Можем Насытиться Мир Пробежается К Концу И Нас Увлекает Потоком Своим Да Придет В Пособие Нам Помощь Твоя Всеблаги Никогда Не Оставляющая Нашего Рода Удели Нам Твоей Испытающей Премудрости Что Упознали Мы Скоротечь Всего Уврачу Язвы Нашу Покаянием Посети Нас Чтобы Не Закосневали Мы Долей Во Грехах Своих Ты Многомилостивый К душам Нашим Вложи В нас Памятование Доброго Потому Что Многого Злюбили Мы Зло Отврати От Нас О Благи Все Вредное Прими Доброе Изволение Сколько Было Его В Нас И Пошли Нам Безмерную Силу Душа Наша Не Состояни Принести Тебе Столько Ж Великий Дар Сколько Велик Ты Да У Милости Ведь Тебя Господи Чудная Смерть Твоя Неправда Наша Гораза Сильнее Нашей Молитвы Моление Наше Незначительное Вина Наша Велика Какую Жертву Могли Бы Принести Мы Для Примирения Своего С Тобою Нечего Нам Дать Тебе Посему Кровью Твоей Примири Нас Всемилостивый Может ли Кто Радоваться К Невоздержному Тогда болезнью Замыкает Ему Уста И Каплями С конца Перста Начинает Вливать Воду В гортань Винопийца Как Счастлив Тогда Ты Заранее Отвыкший От Вина Собранные Нами Сокровища Остаются Тогда Другим А грехи Наши Бременят Шею Вся Кожа Наша Уподобляется Тогда Свитку И здесь И там Исписанному Нашими Долгами Но Блаженны Тогда Вы Монахи Предавались Мы Любви И Желание Обладать Как бы Хотелось Оставалось Неутоленным Грешили Мы И надежды Избыть Наказание Не исполнилось Богатство Которое Любили Мы Остается Позади Нас А неправда Предваряет Нас Угроба Блаженны Вы Победители Мужественно Воспротивившиеся Ей Враг Наш Торжествует Видя Что Богатство Наше Остается Позади Нас И Наконец Отказывается От Нас А Грехи Наши Поспешает На суд Чтобы Признать Нас Там Пред Господом Нашим Блажен Кто Исповедует Тебя Спаситель Наш Кто Столько Долго Терпелив К нам Как Ты Благий И Милосердный Творец Наш Если Бываем Мы Побеждены То У Нас Ропот А Если Побеждаем Сами То У Нас Гордость Благословенцы Чья Любовь Терпит И Нас Нестерпимых Да Будет Возвращена Душа Моя Вовчий Твой Двор Как погибший Овца Сам Ты Понеси И Введи Вместе С Обретенную Овцой Да Снова Явится Перед Господом Той И Другой Благодарение Отцу Твоему Который Благоволит Кающимся Благодарение Благодарение Отцу Пославшему Тебя Спаситель Наш Ибо Тобой Оправдываемся Мы Виновные Ты Отъял Грехи Наши Крестом Своим Отыме От нас Вины Наши И Пришествие Твое Хвала Пришествию Твоему Всемилостивый 18 Блаженны Те Которые Призваны И Вошли Женихом На Брак Ибо Жених Стоит При Трапезе И Внимательно Рассматривает Возлежащих Но Горе Тому Кто В нечистой Одежде Является На Величественное Пиршество Ибо Связанный По Ногам Будет Он Ввержен В нерассеивающуюся Вечно Тьму О Как Блаженны Будут Целомудренные Постники И Девственники Победившие Сатану Когда С сыном Царем Войдут На Брачный Пир Не Кончающийся Вовек Там Уготованы Женихом Радости Блаженства Там Увеселяются Они Песнопениями И Гласом Благодарения Но Как Жалок Тот Кто Не Окажется Там Он Не Выпросит Себе И Капли На Персте Воды Горе Мне Бедному Грешнику Если Не Допустит Меня Всю Славную Обитель Царства О Если Бо Войти Мне Туда И Увидеть Как Милосердие Твое Умоляет За Меня Правду Твою И Как Правду Угрожающей Грешникам Гневом Приемлет Ходотайство Милосердие Если Щедроты Твои Помилуют Меня Недостойного То Блаженно Могу Обитать Под Сенью Той Обители Вот Проложенный Стези Горним Уготован Путь В рай Но Сначала Шествия До Конца Теснятся Вокруг Все Страсти И Искушения И Даже При Вратах Царствия Всякие Злострадания Нападают На Идущих Твердо Не Скорби Невежда Что Ум Твой Не Подкреплен Наукой Жизнь Твоя Может Сделать Тебя Столько Мудрым Что Самая Простота Твоя Состояние Будет Умудрить И Разумных Пусть Своей Ученостью Останавливаешь Ты Солнце И Можешь Определить Окружность Море Но Ежели Не Имеешь Дел Ты Еще Не Премудр И Не Достиг Степени Разумных Оставайся В своей Гостинице Странник И Не Строй Себе Нового Непрочного Жилища Не Строй Себе Высоковерх Домов Высоты Которых Не Достать Тебе И В Половину Построй Себе Дом Соразмерный Росту Твоему Довольствуйся Своей Землею И На ней Ищи Себе Безопасности И Не Трудись На Земле Чужой Чтобы Трудом Твоим Не Воспользовались Чужие Блаженны Мудрые Пять Дев Которые С Женихом Вошли На Брак Горя Пламенной Любовью Ко Дили Елеем Но Горе Еродивым Девам Которые Остались Вне И Не Вошли На Брак Они Спали И Почивали А Светильники Их Угасли Пробудившись Стали Они Ударять В Двери Но Никто Не Отверз Им Величественный Черток Царствия Отверст Он Обширенный Вместителем Для Возлежащих Тесна Область Гиенна Нет В ней Простора Вся Она Наполнена Телами Нечестивых У Одних Нет Недостатка В Блаженстве А У Других Светований И Воздыхания Потому Что Судья Правосуден И Нет Места Щедротом Для Не Сделавших Ничего Доброго Восстань Строитель Церкви Павел Ибо Вот Люди Презирают Ныне Учение Твое Ты Строго Запрещал Лихаинство Колосси Идешь Его Повсюду Даже Восвятилище Вкралось Оно Сеереями И Многих До Удавления И Смерти Довело Лихвою Священство О Котором Дал Ты Столько Предписаний Хит 1.6.9 Ныне Стало Предметом Купли Своевольно Оставили Мы Путь Которым Праведники Шествуют Царство И Кружимся По Распутиям Покрытым Сетями Идем По Стизям Ведущим В Гиенну Приобретем Же Возлюбленные Мои Сердечное Покаяние Потому Что Оно Может Загладить Наши Вины Принесем Покаяние Грешники И Слезами Сотрем Рукописание Долгов Своих Не Предавайся Чтению До того Чтобы Оставлять Тебе Упражнения В Добродетели Трудись И Читай Немного С Рассуждением Наиболее же Упражняйся В Добрых Делах Учитель Украшай Учение Своё Доброй Жизнью Которое бы Соответствовало Учёности Твоей Не Утруждай Себя Чтением За Которым Не Следует Дело Потому Что Закон Выполняется Только Делами Многие Читают До Утомления Однако Ж В Поступках Своих Оказывается Юродивыми Другие Трудятся Работой И В Мудрости Превосходят Мудрецов Гораздо Лучше Делать Нежели Заниматься Чтением Гораздо Лучше Делать Не Занимаясь Чтением Нежели Прочитывать Кучи Книг Не Выполняя Читанного Блаженны Те Которые Не Трудясь В Чтении Закона И И И И И И И И Придавайся Много Учености Чтобы Величаться Своей Мудростью Не Тот Один Мудр Кто Берется Изъяснить Сокровенное Заботься Наиболее О том Чтобы На деле И 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 Жизни Своей Умудряет Неразумных Кто Прилежно Занимается Чтением То Должен Прочтенно Им Приводить В И И И И И И И И И Презвавший Нас И Преподавший Нам Учение Свое Мудрость Истинно Мудрых Достигнуть Славного Конца Прекрасное Дело Знать Заповеди И Тщательно Исполнять Их Напротив Того Стыдно Читать И не выполнять Читать много И не делать Употребим же старания, братья мои Читать с благоразумием А поступать с разумением Потому что судья наш Требующий отчеты и в помышлениях Не оставит без исследований Ни одной мысли Начало И первая степень Делать доброе по требованию природы Вторая Та же непредосудительная степень Знать, что должно делать И что узнал Что исполнять Третья же, достойная строгого наказания Многому учиться И пренебрегать тем, чему научился Но до крайности Глуп и неразумен Кто для того не учится, чтобы не делать Тем, братья мои, которые Ленивы учиться и делать доброе Неприлично смеяться над теми Которые прилежно учатся, чтобы исполнять это на деле Если и тот, кто делает всякое добро Всю заслугу свою теряет от гордости То какого порицания достоин Кто презирает и порицает ближних Посему блажен тот один, кто внимательно слушает Писание Кто читая Писание Все источник спасения Старается вместе соблюсти закон И побудить душу свою к исполнению должного Но не чести их, кто своевольно приступает закон Лучше ему сесть и постоянно оплакивать протекшие дни свои Потому что потеряны они в праздности Девятнадцать Противник обманул меня Соблёг с меня и похитил всё моё убранство Сделал, что остаюсь бесплодным Должен идти обнажённый от всего Милость твоя добудет мне ризою в день суда Велик страх в этот день суда Когда каждый даст отчёт в делах своих В помыслах и даже в мановении очей Ты оправдай меня тогда, судья мой Потому что я виновен Терзаться и беспредельно мучиться будет сердце наше Когда предет всё возбуждавшее в нас похотение Когда всякий предстанет обнажённым И поведён будет к ответу Тогда горе тому, кто подобно мне Соделал множество беззаконий Кто грешил и скрывал свои грехи Чтобы не быть посрамлённым здесь Там в день суда Будут указывать на него перстами Все люди вострепещут в тот день Когда каждый из них будет судим за дела свои Каждый сам собой или оправдается Или осудится Беззакония мои весьма множились Дни мои протекли и исчезли Приближается время конца А покаяния нет у меня Если не будет места щедротом Горе мне в день суда Блажен человек, который потрудился немного в этом мире И наследует царство в мире неприходящем За малый труд приобретает он великое наследие День смерти, горький день Потому что разлучаются вон и друг с другом Тело и душа Разлучаются с болезнью, печалью, слезами и воздыханиями Все люди облекутся тогда в душевную скорбь Ибо увидят, как ничтожно всё, что любим Как все наши удовольствия исчезают подобно сновидению На суде твоем, Господи наш, нет лицеприятия Потому что в день суда твоего каждому будет воздано по делам его И у кого дела хороши, тому царство А у кого худы, тому мучение Кто не придёт тогда в ужас и содрогание Когда увидят, что стоящие на двух сторонах Разлучённые восприемлют свой жеребий Один царство, другие тьму Но мы славословим твою благость, которая щадит грешников Поклоняемся твоей правде, которая вразумляет мятежных Величаем ту и другую, чтобы по той и другой получить спасение Отверзи мне дверь щедрот твоих, надежда кающихся И простри ко мне руку твою, исполненную врачевству Чтобы обвязалась трупы мои и исцелила язвы мои Справедливо гневается на меня правда твоя, Господи Ибо не возрела она на сестру свою благодать Ты, Господь, правды и благодати, спаси меня тою и другою Сокровище твое, Господи, отверсто для просящих И кто хочет обогатиться, получает обилие благ Поскольку же я по беспечности своей умножил число пороков своих То спаси меня по благодати твоей Воля моя отказывается следовать твоей воле Посему ты покори меня воле твоей, чтобы через это получил я спасение И прославил волю твою, которая благоволит кающимся Милостиво, прими молитву мою о примирении с тобою И по благости твоей даруй мне жизнь в пришествие твое И посрамится лукавый, когда увидит, что помиловала меня правда твоя Подлинно великая милость оказывается грешником Как скоро грешник кается, и сглаждено будет рукописание долгов его Но у меня нет покаяния Посему да буду спасен по благодати твоей Хвала благому, который снишов родина, стал подобен нам И уврачевал язвы наши своей всеосвещающей плотью И своей всеочищающей кровью Да воспевают хвалу тебе все Благодарение милосердому, который постоянно несет бремя наше Хотя известна ему злоба наша Который сотворил, питает нас И велит воссеевать для нас солнцу своему Хвала его благости Отверзи мне дверь милосердия, исполненный щедрот Господи наш Простри мне руку твою, благие и милостивые И возврати меня в общий твой двор Да прославлю благость твою В дверь твою ударяем и имя твое призываем Потому что всякий, о чем не просит он Хотя только мысленно Все приемлет от тебя Изыскивающие все средства, чтобы всем доставить пользу Грехи мои, это стена между мной и твоей благостью Разори ее, чтобы мог я приступить к милосердию твоему Излей на меня любовь твою и восторгни меня до высоты твоей Но стена грехов моих разоряется слезами и сокрушением Посему даруй мне все дни жизни своей Прилежно оплакивать грехи свои И собрать для себя плоды, которые полезны мне будут в день суда Блажен, кого полюби своей, вразумляешь ты, Господи Потому что не отвращаешься от тех, кого любишь Не отвратись и от меня, Господи, чтобы не погубил меня лукавый По благости твоей пощади меня немощного И удостой меня прощения многих грехов моих Чтобы со всеми благоугодившими тебе прославил я благость твою Пощади, Господи, по благости твоей И помилуй всех нас, отринутых правдою За то, что не соблюли слово твоего Соблюдя которое получили бы спасение И я отвержен со всеми, даже более всех И так соделай меня достойным по благодати твоей Получить прощение грехов Опасились его прощения и упования С любовью всякий день поучался я слову твоему Посему удостой меня вместе с праведными возглашать словословие Хвала помиловавшему меня Слава простившему меня Тебя благословляет высота Тебя величает глубина Тебе поклоняется всяческое Потому что все сотворено тобою Все песнословит, все песнословит тебя, милосердный Господи наш Всякий должник, если благоразумен Старается всегда угождать своему взаимодавцу Поскольку нечем ему заплатить, то употребляет ласки, чтобы побудить тем взаимодавца простить ему долг Так и я, поскольку не в состоянии уплатить долги свои делами воздержания Стараюсь преклонить судью, чтобы в пришествие свое По благости своей сподобил меня щедрот своих Господь, премудрый раздаятель Он смотрит на пользу просящего И как скоро видит, что просимое им вредно Или, по крайней мере, бесполезно ему Не исполняет просимого и отказывает во мнимом благодеянии Он выслушивает всякую молитву И тот, чья молитва не исполняется, получает от Господа столько же спасительный дар Как и тот, чья молитва бывает исполнена Приходит ли к благому нуждающийся и должник И первому дает и последнему прощает Поэтому оба от дверей податели отходят с дарами Нуждающийся получает избавление от нужды А должник оставление долга Всеми возможными способами Бог показывает, что он милостивый податель Дарит вас своей любовью и являет нам милосердие свое А потому и не отвечает ни на одну неправильную молитву Исполнение которой принесло бы нам смерть и погибель Однако же и в этом случае, отказывая в просимом, не оставляет нас без весьма полезного дара В том самом, что устраняет от нас вредное Отверзает уже нам дверь щедрот своих Всем подателе не находит себе места неразумения просящего Немудрому, который по простоте своей вопреки разуму просит себе вредного Бог подает премудро Отказывает же в дарах тому, кто не исполняет повеление его Всякий другой образ действования был бы неразумием для всеведения подателя Посему будь уверен, что всякое прошение, которое не бывает исполнено, несомненно вредно А то прошение, которое услышано, полезно Раздаятель праведен и благ И не оставит своих прошений неисполненными Потому что в благости его нет злобы И в правде его зависти Если податель медлит исполнением То не потому, что раскаивается в обетовании Напротив того Хочет он видеть терпение твое Когда наступит полдень В который труженики испытывают на себе тяжесть и зной Тогда громогласно можешь требовать себе награды И вместо одного дара даст он тебе два Упования и благодать Если ты проситель неотступно ударяешь в дверь подателя То пока и ничего еще не дал он тебе Подает уже терпение А оно выше всего Тобою просимого О чудный податель Когда и отказывает в просьбе И тогда дает такой дар Который дороже всего желаемого просителем Он премудрый раздаятель Рассмотрению подвергает и просьбу, и время Как скоро признает просьбу вредной Медлит и не исполняет Отлагая до лучшего времени И хотя прискорбно это просить Или который желает исполнения просьбы В такое даже время Когда это не было бы для него полезно Однако же Бог делает свое Чтобы в большей мере исполнить просьбу В последствии В такое именно время Когда это будет для него полезнее Двадцать один О судья, которого суд праведен И которому ведомо все сокровенное Не осуди меня на праведном суде твоем Когда обнаружены будут все тайны Грешница слезами, какие принесла тебе Уничтожила рукописание долгов своих Вот и я приношу в дар тебе слезы Прими их и от меня, Господи, как принял от нее Лукавый обманул меня своими ласкательствами И пленил ум мой своими обольщениями Отгони его, Господи наш, от меня бедного И схит из рук его, чтобы не растерзал меня Суди меня, Господи, рассуди Прю мою с немилосердным врагом Он поставил меня целью для стрел своих Пощедротом твоим Да пронзят его самого стрелы эти Будь помощником мне, бедному, Господи Потому что нет у меня иного помощника И не попусти врагу посмеяться надо мной побежденным Как посмеялся он над нашей проматерью Горе мне, если все тайны мои будут открыты И подвергнуты испытанию там Где не уважится никакое оправдание Не будет выслушан ни один виновный Содрогается дух мой, Господи Ибо слышу, что нечестивых огонь испытывает А я сено и солома Если ты, Господи, возришь на вины мои То я погиб Благость твоя, Господи Которая некогда вознесла тебя на крест Для искупления нашего рода Она у тебя да предварит меня, бедного Чтобы сподобиться мне оставлению грехов моих Ты, Иисусе, искупивший всех своей кровью И смертью своей связавший крепкого Сними с меня путы лукавого Сокруши оковы и узы его Запрети ему, чтобы удалился он от меня бедного И не исполнял на мне воли своей Согласи волю мою с Твоей волею, Господи Милосердием своим изглаждающей грехи мои Не оставь меня в руках ненавистника И не давай ему власти надо мною Потому что плоти кровь свою Уготовал ты в пищу мне И крест твой напечатлен на челе моем Подкрепи меня, Господи, потому что я немощен Загладь вины мои, потому что много согрешил я Уцеломудри чувства мои, чтобы с покорностью держались они царского пути Да воссияет свет твой в помыслах моих Да просветятся они лучами Твоими И величественное сияние Твое Да возвеселит их Потому что ты все озаряющее солнце И сопом Твоим очисти скверны наши Кровью Твоей омой язвы наши Телом Твоим освети сокровенные движения помыслов наших Мир приходит как ничто Но последний суд останется непреложным Не влеки меня на праведный суд Твой Потому что не оправдится перед Тобою всяк живущий Уста Твои изрекли нам обетование Что послушаешь всякого, кто призовет Тебя Вот взываю к Тебе, Господи, как повелел Ты услышь меня, виновного по обетованию Твоему Преклони ухо Твое и внимай глазу моему, Сын Из любви облегшийся в плоть нашу И прими воздыхания мои, какие приношу Тебе За соделанные мною непотребства Призови из растения помыслы мои Расточенные суетами мира сего И соделай, чтобы Дух наш жил в другом Неприходящем мире Накажи меня, Господи, по щедротам Твоим Чтобы я исправился По множеству милости Твоей Позволь мне быть Твоим достоянием Призови меня из греховного скитания И причисли к овцам, стоящим одесную Тебя Симону, который возвал к Тебе из среды волн Оказал Ты помощь И волны не потопили его И меня, как Симона, извлеки из бурных волн мира сего Словословие Тебе, искупившему погибший человеческий род Подъявшему его на рамена свои И принесшему в дом отца Твоего 22 То даруй мне, Сын Всеблагого, к чему стремится помыслы мои И присовокупи еще к всему, что угодно воле Твоей Дай мне изволение делать добро и не уклоняться от воли Твоей Не попусти мне быть учеником лукавым и корыстолюбивым И нарушать заповеди Твои Даруй же мне быть верным учеником Твоим Возненавидеть видимое и возлюбить будущее Не попусти мне расточительно поедать милостыню И нищенством приобретать себе неправедное богатство Подавай мне пищу в такой мере, в какой Тебе угодно И вместо серебра да приобрету я славу Какое Ты благоугождаешься Избавь меня от необходимости возлагать надежду на человека И упование на временное, которое ненадежно Подавай мне облегчение, Ты, спасающий угнетенных И десницы единородного Твоего, насыщающий нуждающихся Охрани меня от тех, которые призывают имя Твое Но губят себя по печеньям, осуме и влагалище Соделай меня достойным принадлежать к числу тех великодушных У которых в мире всем нет ни сумы, ни влагалища Охрани меня от помысла ходить путем Твоим только для вида И лицемерием своим обманывать видящих меня Чтобы попровозглашали меня блаженным Даруй же мне, чтобы сердце мое благоугождало величию Твоему в тайне И чтобы правая жизнь моя прославляла Тебя явно Охрани меня от тех, которые не признают благодеяний Твоих И, пользуясь дарами Твоими, не словословят имя Твое Дары же мне во время сытости и голода Словословить Тебя, а не роптать Не дай мне, Господи, уподобляться блуднице Которая при незнакомых показывает себя невинную и целомудренную Истина да будет наставницей мне, поклоннику Твоему Она и вблизи, и вдали, да содержит меня в целомудрии Избавь меня от несчастья знать закон Твой И, зная закон Твой, не иметь желания благоугождать Тебе Удостой меня сообщества людей простых Которые опытные и мудрые в делании добродетели Избавь меня от тяжкого труда тех книжников Которые избили все книги И делает всякое гнусное дело Они дают таинственное толкование Объясняют высокие истины Слова их достойны удивления Решительны и прекрасны Но очи их слишком слабы для того, чтобы приблизиться к истине И меня объемлет страх, потому что читаю Но не выполняю читанного Хотя читаю не из желания славы и не по гордости Но желал бы удержать ум свой от заблуждений Читаю я много и не выполняю сего Усиливаюсь приобретать знания, а в делах остаюсь позади К осуждению своему излагаю другим писание Потому что сам не имею охоты соблюдать правду, какой учит писание Да умилосердится ко мне несчастному, вошедшее в чертог И да умолит о мне Господа брачного пира Твоя победа, праведный Господи А я добровольно уступил над собой победу Даже в том вооружении, в которое облег ты меня Немощен я для брани Укрепи меня силою твоею Плоть моя немощна Укрепи меня силою твоею Помоги и сокруши стрелы коварного Сопречти меня крепкий к сонму первородных твоих Даруй мне, Господи, всегда быть твоим достоянием И без страха творить благоугодное тебе И как скоро начну, что доброе Ты, Господи, укрепи меня, чтобы и совершить мне это От тебя всякая сила Того и побеждают доблестные Ты возводишь их на высоту доброй жизни Твоя любовь укрепляет немощных и робких И мое время, Господи, да не проходит бесплодно Знаю, что согрешил я пред тобою Избавь меня от суда твоего И поскольку не похулил я тебя То да не поразит меня мщение твое Признаю себя виновным в преступлении Как и действительно виновен Поэтому да у милосердницы надо мной благость твоя Как и действительно она милосерда Знаю, что согрешил я Согрешил против воли твоей Ясно вижу, что приступил я повеление твое Признаю, что по собственной воле Я не приду на суд Поэтому умоляю щедроты твои Чтобы они оправдали меня Ты, сияющий солнце свое На злых и на добрых Благоволи, да воссияйте свет твой В омраченном уме моем Лишь светом твоим изданы будут грехи Этим светом Эти убийцы, как разбойники Водворившиеся во внутренности моей Лукавый не видит во мне зла Которое бы не от него было Ибо от него стал я зол Впрочем, побежденным по собственной своей воле Опутал меня лукавый Потому что сам я научил его тому Ленивые и робкие Бегут от аига твоего Не родив их постыжает любовь твоя Хвала твоя благости Сей матери учителей Которые, как не болезненные их Удары вразумляюще упорных Сострадательно подают врачиство кающимся Достопоклоняем Отец твой И дух твой, веселящийся о нашем обращении 23 По благодати твоей призывающий нас, Божий Приближаться к тебе, а не погибать О благий, давший обетование И вещавший Призовите меня и услышу вас В дверь благости твоей ударяю я, избавитель мой Услыши меня, благий, по щедротам твоим И не воззри на беззакония мои Помилуй меня, Господи Помилуй меня по благости твоей Потому что многое виной он перед правдой твоею Ты сотворил меня, Господи Наименовал меня образом твоим по благости твоей Создал меня по подобию твоему Ты научил меня знать путь в обитель жизни И показал мне путь в гиенну Лукавый по зависти своей Поставил мне скрытые засады Совлек меня с пути твоего И погряз я в мерзостях Увы мне, Господи наш Много виновен я Помилуй меня, Господи И спаси по благодати твоей Разбойник, похититель душ Злокозненно отнял у меня свободу мою Обольстил меня и наругался надо мною Взор очей Престил и пленил меня И вложил в меня греховные мысли Взглянул я и пожелал Посмотрел с любопытством и согрешил Поскольку же руки мои простерлись На беззаконное дело То погиб я совершенно Увы, теперь мне угрожает огонь Спаси меня, милосердый Да не умру Несчастнее я всех рожденных Потому что сам себя делами своими Сделал несчастным И вверг в пагубу Каждый день грешил я И утешался тем и не помышлял Что подстерегает меня смерть Увы, близко уже ангел смерти Посланный с повелением Взять меня на суд Увы, все сокровенное Будет там обнаружено И я покроюсь стыдом Вот, дела мои отмечены правосудием Не забыто даже ни единое слово В этой великой книге У судьи записаны дела И беззакония мои Горе мне, когда правосудие Прочтет там все грехи Какие сделаны мною С юности до старости моей Что мне делать в этот час И куда бежать от Тебя, Господи? Увы мне, Господи Как много виновен я Увы мне, грешил я И не приносил покаяния Боже, помиловавший грешницу Помилуй и меня, бедного Господи наш Да не погибну Вместо мира, который Принесла Тебе грешница У меня плоть и кровь Твоя Соединевшаяся с членами моими Нет, Господи наш Не взирай на дела мои Благодать Твоя Да изгладит вины мои Весьма страшно Правосудие Твое, Господи Вострепещут перед ним Чины ангельские Когда уготован будет Престол величия Твоего В ужас придут Небесные полки Господства Когда ангелы возьмут Пламенный меч И возгорится огонь Попалит нечестивых Горе мне, Господи наш Вчас тот Спаси меня, Господи наш Да не умру Помышления мои оковали меня И ввергли в сеть Коварного дьявола Я обнадеживал себя Что мысли мои сокровенные Не записаны в этой Великой книге у судии Но вот все они ясно У меня перед глазами На суде И ждут меня Там Что получил я за них Воздаяние Увы мне, Господи наш В каком я страхе Награда за преступления Мои гиенна Жизнь моя прошла И исчезла А я и не приметил того Похищена она у меня И остается мне одно Только бедствие Что буду делать В этой страшной стране Объятой пламенем Как перейду через нее Тебя умоляю, Господи наш Будь для меня мостом Через страшную бездну Разделяющую обе страны эти Тобой перейду я места ужаса И достигну страны жизни Десницу твою, Господи наш Которую простер ты ученикам Своим на море Чтобы не потонули они Эту десницу твою Мне простри, Господи наш Извлеки меня из моря И грехов моих Крещение твое, Господи Которым прикрыл ты члены мои Да будет мне там Защитой и спасением Им, избавитель мой Перенесусь я через волны Страшного пламени И не буду опален Когда был я молод Тогда грешил И утешался тем Что покаюсь в старости Но пришла смерть Крепкая секира ее Обсекла ветви мои А я не достиг еще старости Нет теперь места покаянию Потому что смерть полагает Ему конец Грехи мои ждут меня Пред правосудием Увы Преступления мои Будут там наказаны Награда мне Диенна Не войди в суд Со мною, Господи наш Ибо пред тобой Не оправдается Всякий живущий Ты один, Господи, чист Пощади меня И очисти от грехов Благодатью и Твоею Сподоби меня Милосердно Великих щедро Твоих Да обогащусь ими И получу прощение И возрадуются ангелы Твои По слову Твою Милосердно И грешникам Кто исчислит Грехи юности моей Какие сделал я В лживом этом мире Кто познает Все эти юности моей И будет в состоянии Изобразить пути ее Ты, благие Помиловавшие Давида И сеева сына Помилуй и меня Грешного Ибо вот взываю К Тебе На Тебя Благоутробно Возлагаю Упование Прими меня По щедротам Благости Твоей Огонь угрожает Господи Членам моим Но во мне Избавитель мой Сокрытый Примеряющая Кровь Твоя Гиенно Ожидает меня На мучения Но тесно Соединено Со мной Животворящее Тело Твое Я облечен В ризу Духа Святого И не опаляюсь И не опалюсь Когда Вошумит Река Огненная Угрожая Мщением Тогда Угаснет Во мне Огонь Как скоро Приразится К нему Запах Плоти И крови Твоей Ты Господи Наш Упование Кающихся Ты Друг Всех Грешников Умоляю Тебя Господи Святым Именем Твоим Не накажи Меня Праведным Судом Твоим Любовью Родителя Твоего Матерним Лоном Носившим Тебя Копием Которая На Голгофе Отверзла Ребра Твои Умоляю Тебя Источи Мне Росу Милосердия Твоего Чтобы Не томиться Мне Там Жаждой Воды Послушай Меня Господи Как Послушал Илью Когда Молился Тебе Услыши Моления Мои Милосердые Кающиеся Как Услышал Ты Гвоз Сына Мофина Услыши И Спаси Меня Как Симона Петра Много Согрешил Я Но Не Отрекался От Имени Твоего Исповедуй Меня Господи Наш Потому Что Я Исповедовал Тебя Источник Щедрот И Милосердия Отверзли Мне Дверь Твою Исполненный Щедрот Господи Как Отверз Ты Дверь Свою Грешница Прими Прими Господи Слезы Приносимые Мною И Там Дай Мне Воду Тебя Вода Живая Возьму Я Собою Чтобы Устудить Мне Пламень Огня Ибо Слышал Я Притчу О Богатом Который Сперста Просил Себе Воды Крест Твой Господи В котором Ищу Себе Прибежище Да Буй Для Меня Там Мостом Через Великую Пламенную Реку Им Да Пройду В Обитель Жизни Трех Наказаний Боюсь Я Господи Наш Огня Гиены И Червя Не Умирающего О Если Бы Утушены Были Для Меня Огонь И Пламень Да Спасут Меня Тело Твое И Кровь Твоя Взывали К Тебе И Оно Во Глубине Море И Даниил В Орве Львинном Призывали Тебя Три Отрока Еврейские Спичи Рожженной Халдеями Извел Ты Иону Из Бездны Спас Даниила И Милосердие Твое Оросило И Угасило Пламень Помилуй Меня Господи И Спаси За то Что Исповедовал Я Тебя И По Благодати Твои Оставь Мне Долги Мои Помилуй Меня Милосердный Господи Наш И Помножеству Щедро Твоих Изгладь Грехи Мои Омой Меня От Беззакония Рук Моих Да Очищусь И Омоюсь От Сквер Моих Знаю Что Согрешил Я Грехи Мои Всегда Передо Мною И Я Вижу Их Перед Тобой Только Я Виновен И Согрешил Будь Милостив Ко Мне Господи Наш Иисусе Симон Три Раза Отрекся От Тебя Господи Но Принес Тебе Слезы И Ты Принял Его Вот И Я Проливаю Перед Тобой Слезы И В жертву Тебе Приношу Чистое Исповедание Много Грехов Моих Они Не Исчедны Пощедротам Твоим Господи Наш Прости Мне Беззакония Моих Благодатью Твоей Изгладь Рукописания Скверн Моих И Не Помяни Господи Наш Грехов Моих Хвала Господу Богу Который Не Хочет Смерти Грешника Хвала Тебе Милующий Грешников Хвала Тебе Приемлющий Кающихся Хвала Тебе Иисусе Отверзающий Дверь Свою Всякому Кто Ударяет В нее И просит Себе Оставления Грехов Хвала Тебе Господи Тебе А нам Щедроты Твои Будь Милостив К нам Господи Наши Иисусе 24 Вы Занимающийся Купли Тщательно Оберегайте Сокровища Свои От разбойников Лживого Этого Мира Пути Его Сеть Козни Его Опасны Блажен Кто Право Ходит Во свете Видел Я Братья Мои Что Ладьи Душ Непредвиденно Утопали В мире Этом Как В море Потонувшим В море Есть Надежда Что Пробудет Их Глаз Воскресения Но Кто Потонул Во грехах Тому Воскресения В Геенне Известно Что В мир Вошли Мы Нагими О Если бы Нагими Выйти Нам Из Мира Вошли Вошли В мир Очистившись Крещением А Выходим Оскверненные Очерненные Покрытые Всякой Нечистотою Такими же Предстанем И на суд Любим Мы Мир Как Нечто Постоянное А Он Обманывает Нас Заставляя Гоняться За ним Хотя Здешние Узы Наши Скоро Расторгнутся Однако же Ум наш Озабочен Этой Грязью Благословен Благи Силою Отрешающей Нас От жизни Мир Этот Спешит К своему Концу И Нас Понуждает Спешить Чтобы Дать Место Другому Неприходящему Миру В течении Своем Ежедневно Нас Обманывает Он Своей Привлекательностью Представляет Нам Множество Забав И До Того Обольщает Что Подсчитаем Его Неприходящим Как Злополучен Конец Мира Для любителей Его Вдруг Взыщут Его И не найдут Взыщут Прежних Удовольствий И их уже Нет Взыщут Прежде Бывших У тех И они Миновались А любовь Котором Котором Много Много Доброго И худого Всяки Всяки Их Дни Дни Мои Прошли А Грехи Остаются Для Них Назначен День Суда И тому Не Будет Конца Как Коротко Время Наше Как Быстро Идет Оно Скоротечен Путь Наш Недолговременно Шествие Наше Один День От Матернего Чревода Гроба Одна Ночь Покоя Во Гроби Одно Утро Воскресенье Потом Неисходный Суд Все Облекутся Там В душевное Сокрушение Кроме Одних Совершенных Воскорбят Нечестивые Потому Что Не думали О конце Грешники Потому Что Не искали Спасения В покаянии Поскорбят Любившие Правду Если Не Прибыли Постоянными И Каявшиеся Если Не Исправились Благовременно Когда Увидят Они Там Венцы Победителей Тогда Тысячи Из Них Приведут Себе На Память Жизнь Свою Узнают Полноту Блаженства Труждающих Се Обремененных Узнают Как Превосходна Была Жизнь Их Сколько Благ И Милостив Господь Чтущим Его Не Зринутся И Не Зайдут Злые В Ад Гена Поглотит Их Навек Тогда Пожелают Они Чтобы Ни Матернее Чрево Ни Гроб Не Рождали Их То и Другое Было бы Сносно А А А Геенне Мучительно Праведники Взойдут На Духовные Степени Чтобы Стать Братьями И Сродниками Горних Потому Что Не Ходили Они Плотскими Путями Но И Во Плоти Были Духовными И Засие Вместе С Духами Насладятся Блаженством В Царстве В Двух Мирах Рождается Человек Две Носят Его Утробы Матернее Чрево И Гроб Матернее Чрево Рождает Его На Труд И Болезнь А Гроб На Суд И Воздаяние И Один Мир Приходит Другой Пребывает Вечно Блажен Кто Умудрился Правда Отверзает Там Уста Свои На Укоризну А Всякие Другие Уста Заградят И Будут Осуждены На Всякого Излиется Правда А Благость Отымется Такое Воздаяние Ожидает Сынов Человеческих О Какому Не Помышляли Они Правда Преклоняет Слух Свой И К Помышлениям И К Расположениям Но Различает Помышления И Желания Если Бы Не Пожелал Я Зла То И Не Сделал Бы Невозможное Не Помыслить Других Нескончаемое Бедствие Вошумят Гласы Каждого Сонма Из Обиталищ Их В какое Перейдут Каждый По заслугам Воли Своей Богохульники Будут Рыкать В Диене А Праведики Огласят Царствие Хвалебными Песнями И Возвеличат Жениха Злые Возведут Отче Своих Добрым И Усугубится Горесть И Их При Воззрении На Великую Славу Совершенных Какую Приобрели Они Себе В Наследие Кратковременную Борьбою Тогда Как Злые Гоняя За Ничтожным Стали Наследниками Мучения О Да Покроет Меня Сень Благости Твоей Да Обрету Себе Защиту Под Крылами Ее Чтобы Не Умереть Знаю Что Непотребен Я Дела Мои Не Согласны Со Словами Моими Можно Быть Такому Грешнику Каков Я Смотрите На Меня Все Рожденные Женами И Праведные И Грешные Плачьте О Мне Потому Что Грехи Мои Превосходят Меру Они Бесчисленны И Не Словами Бесчисленны И Ваше Моление Объемляет Меня И Втрепет Прихожу Как Скоро Припоминаю Сколько Как грешил я и не чувствовал того. Едва воспомяну грехи свои, как сделанные, Какие сделаны мною с юности до старости, Не могу не воззвать со скорби и не сказать, Будь милостив по мне, Господи Боже! Сколько же велик будет ужас от содеянного мною, Когда предстану правосудию! Но, увы, если правосудие потребует у меня удовлетворения За содеянные мною грехи, Что буду тогда делать и куда укроюсь, Господи? Вот жизнь моя протекла в служении грехам, И дни мои проведены в злых делах, А я не помышлял о суде, о наказании И о мучении ожидающим грешников. Помилуй меня, Господи, в тот день, Когда обнаружены будут тайны. Увы, грешил я в этом приходящем мире, Но вот ожидает меня воздаяние в мире неприходящем. Здесь сквернил я тело свое грехами, Там бледется воздаяние душе моей. Посему плачьте и рыдайте о мне, Подобные мне грешники. Страшен и ужасен день суда Твоего, Спаситель наш, Когда откроются греховные тайны. Посему трепещу, Господи, И объемлюсь ужасом, Ибо грехи мои превзошли меру. Будь ко мне милости в пощедротом Твоим, О, благи и благосердый! Смотрю я, Господи, на грехи свои, И сетую, видя их многочисленность. Увы, как это постигло меня виновного! Язык мой говорит прекрасно, А поведение мое срамно и презренно. Горе мне в тот день, Когда откроются тайны. Весьма прекрасны слова мои для других, А поведение мое весьма презренно. Других учу порядку в мире, А сам несчастный предаю страсти. Страшит меня огонь, Угрожающий нечестивым. Все дни мои протекли И исчезли во грехах, И ни одного вовсе дня Не служил я правде. Едва начинал я каяться С намерением боли не грешить, Как приходил лукавый И уловлял меня по ненависти своей. Горе мне, Потому что добровольно попадаюсь В сеть его. Если выйду пройтись по улицам, То выступаю, как праведник и мудрец. Увижу лишь то, иной грешит, Смеюсь и издеваюсь над ним. Увы, увы, Обнаружатся и мои беззакония, И посороблюсь. О, лучше бы мне И не рождаться на свет. Когда не развратил бы меня Этот приходящий мир, Не видел бы я его, Не сделался бы виновным, Не осквернил бы себя грехами, И не боялся бы истязания, Суда и мучения. Едва дал я обет Принести покаяние, Как снова возвращаюсь И впадаю в те же грехи. Радует меня час, Проведенный во грехе, И думая еще, Что делает доброе. Увы мне, До сели не помышлял я, Что ожидает меня гиенна. Мир этот Великий свет для праведных, А я с того самого времени, Как начал в нем бытие, Ходил во тьме, И ни одного раза не решался С истинным покаянием, Хотя один день в этом мире Провести добродетельно. Поэтому страшусь, Ибо в будущем веке Ждет меня воздаяние. Ненавистен был мне путь, Ведущий в обитель жизни, Возлюбил же я стезю Ведущую в гиенну. Горе мне, горе, Когда во шумеет И возгорится огонь, Чтоб попалить грешников. Куда убегу от тебя Тогда, Господи? Великие богатства И сокровища праведных, А я добровольно Возлюбил суету. Мечтал я, Чтоб богатство мира Сего неприходящее И непременно, А не подумал о том, Что не приходят Только радости Будущего века. Воспарял я иногда Мыслью в обитель праведников, Потом обращал очи И взирал на жилища грешных, Тогда первых называл блаженными, А последних сетовал, Взывал к себе несчастному И говорил, Увы, что ожидает меня? Лукавая воля Вводит меня в грехи, А когда согрешу, Слагаю вину на сатану. Но горе мне, Потому что сам я причиной. Лукавый не заставит Насильно меня согрешить, Грешу я по своей воле. Почему же слагаю вину На лукавого? Вызываю к тебе благие милосердия, Прими молитву мою, Как принял молитву Симона и грешницы. Не отрекался я От святого твоего имени, Хотя грешнее всех людей, Однако же, Поскольку исповедал я тебя, И ты исповедуй меня, И умилосердись ко мне бедному. Умилосердись ко мне Милосердной с кающимися, Прости мне вины мои По множеству благости твоей. Прими, Господи, слезы, Приносимые тебе мной, И очисти меня от грехов, Как грешницу. Сознаю, Господи, Что согрешил я. Пощади меня По щедротам твоим. Услыши, Господи, Моление мое, Которым умоляю Величие твое. Изгладь грехи мои С сопом милосердия твоего, И не входи в суд С рабами твоими, Ибо не оправдается Перед тобой Всяк живущий. Тебе единому согрешил, Помилуй меня, Господи наш. Да придет к тебе молитва Моя, Господь всяческих, И да отверзет мне Райскую дверь, Да буду принят на Аврамова лона, И упокоюсь Праведными, Возлюбившими тебя, И воспою тебе хвалу Со всеми святыми твоими. Двадцать шесть. Придите, братья мои, Взыщем щедрот, Пока возможно для нас Искать щедрот. Место покаяния В этом приходящем мире, А в том неприходящем мире Не будут приняты Ни молитвы, Ни слезы. Грешница слезами, Какие пролила, Уничтожила рукописание Грехов своих. И ты, грешник, Возьми с собой И принеси в дар слезы, Воздыхая, Воззови к Господу, И тотчас простит тебе Долги твои. Воздымаются Греховные волны Ежедневно В них утопаю. К тебе Вопию Исполнен Ищедрот, Господи. По щедротам Твоим Извлеки Меня утопающего, Поглощаемого Морем грехов. Как дар Христу Господу Принеси Кающиеся Слезы И ударяй Себя В перси, Как тот Мытарь, Который, Воздыхая, Молился И говорил Милостив Будь Господи Мне Грешнику Прогневавшему Тебя. Вот дверь Его отверстая И ждет Возвращения Твоего Грешник. Возвратись Ко Господу Твоему Грешник, Оставь Путь Непотребства, Восстань И вступи Бедность Изю К Царствию. Горе Мне, Как Несносно Сечь, Которую Расставил Мне Лукавый Ненавистник Людей. Ею Опутало Ноги Мои И не Могу Двинуться С места. До Бедности И Злосчастья Довел Он Меня Множеством Соделанных Мною Грехов. Все Члены Мои Содрогаются При Мысли О Последнем Суде, Ибо Слышу, Что Грешных Огонь Испытает. Горе Мне, Когда Испытает И Меня, Потому Что Сделано Мною Бесчисленное Множество Грехов. Открылась У тебя Греховная Язва. Если Замедлишь Всецело Погубит Тебя. Врач Твой Многоискусен, Покажи Ему Язву Свою. Слезно Плач Удвери Его. Побуди Его Щедроты, Чтобы Уврачевал Тебя. О, Благи, За нас Предавший Себя На Распятие Смерть, Чтобы Искупить Меня. Избавь Душу Раба Твою От Множества Грехов Его. Да Вознесет Он Глаз Благодарения Тебе И Отцу Твоему И Духу Твоему Святому. Ужасает Меня Море Грехов Его От Распятие Твоего И Где Мне Укрытие Долгов Моих Много Грехи Мои Умножились Повели Господи И Сгладятся Долги Мои Прощены Будут Грехи Мои Словом Твоим Кто Уврачует Мою Немощь Если Оставлю Врача Христа У Кого Есть Такое Врачевство От Болезни Как У Него О Ты Уврачевавший Недужную Уврачу И Мою Душу Погубленную Грехами Да Снизут На Меня Щедроты Твои Господи И Спасение Твое Как Обетовал Ты Они Да Помогут Мне И Тогда Не Зложу Врагов Своих Потому Что Ты Милосерд Спаситель Всех Кающихся Подкрепи Мышцы Твоей Немощного Меня Всевышний И Великий Боже Посрамится Лукавый Когда Увидит Что Готов Я Набрать Устыдится Он И В стыде Побежит От Меня Прочь А Я Буду Возвеличен И Прославлю Тебя Злые Дела Мои Сделали Меня Чуждым Тебе Господи Услыши И Спаси Меня Как Грешницу Марию Прими Слезы Мои Как Принял Ты Слезы Ее И Прости Мне Многочисленные Грехи Мои Отверзающий Дверь Свою Кающимся И Мне Господи Отверзли Дверь Щедрот Твоих Чтобы Войти Боже Боже Мои И И И И И И Многочисленного И И И Сладь Рукописание Долгов Моих Это Следствие Моей Беспечности И Да Посрамится Лукавый Когда Увидит Что Милосердие Твое Уничтожило Мое Рукописание Я Не Буду Уже Наказан При Изобильные Щедроты Благодати Твоей Да Придут В Помощь Мне Немощному И ими да избавлюсь от коварного ненавистника, Чтобы перейти мне в сторону искушения И всегда быть близ Тебя. Внемлющи глаз укающихся, Внемли глазу и моего вопля. Господи, прими покаяние мое, Услыши молитву мою и даруй мне, Просимое мной из сокровищницы Твоей, Всегда богатой щедротами. Душа грешная будет словословить Тебя И Отца Твоего, и Духа Святого, Потому что плакала она И омылась слезами покаяния, И соделалась храмом, И вселилась в нее божество, Сотворившее миры. Никаких выгод не приносишь Ты любителям своим. Мир жилища скорбей. Всех приближенных своих обольщаешь сокровищами И всякими удовольствиями. Но в день смерти и благообразия прекрасных И крепость сильных не извергаешь во гроб. Горе тому, кто любит тебя и тобой, и любим, Его радости превращаются в вопли. В мире это море грехов. Все дни мои протекали напрасно. Жизнь моя проходила без пользы для меня, Даже забывал я о дне смертном. Кружился и собирал в себе бремя грехов, Рукояти плевел, назначенных на сожжение. И вот плач и воздыхание ожидает меня В той стране, исполненной ужасов. Не помышляло сердце мое о светлом чертоге, В которой был я призываем, Вожелало же пламени. Исполненную блаженств обитель оставил я Для обители смерти. И вот приближается день судьи всех царя, Испытующего утробы и обнаруживающего тайны. А я уготовил в себе огонь и пламень, Ороси меня щедротами твоими, Господи. Поскольку с юности до старости моей Любил я тебя, коварный мир, Со временем жизни моей прошло для меня незаметно, И вот во грехах похищает меня смерть. Лучше бы не вступать мне в тебя, Мир, обманывающий всякого входящего. Любящие тебя не наслаждаются радостями, А ненавидящие тебя не плачут. Блажен, кто расторг твои сети, Он наследует чертог радостей. Мир сей видом своим обманывает и мудрых, Потому что на несколько времени кажется вожделенным, Даже сужает благами и сокровищами, Но в день смерти берет их назад, Воздаёт же мучениям несравненно большим нашим грехов. Малое время позволяет он грешить, А в награду даёт вечную тьму. Праведен ты, судья, и праведен суд твой, Соделай меня достойным прощения, Господи Боже мой! А одно горе от тебя, жилище скорбей, Потому что любителям своему награду даёшь огонь, Близким своим мучения и тьму, И знакомым своим воздыхание и болезни. Лживы слова твои, Зловредно сообщество твоё, Услаждаешь, как бы во сне, Горько всё, что не даёшь ты. Блажен, кто ненавидит тебя, и тобой ненавидим, Ему сохраняется победный венец. Праведен ты, праведны суды твои, Судья в том неприходящем мире. Настоящий мир скрывает грешников, А тот обнаруживает виновных. Там справедливое наказание несут люди за грехи свои, Без лицеприятия приемлюсь, что следует каждому. Уготованы там нечестивым тьма, И не мерцающий свет праведным. Ежедневно грешил я в мире и питался на пажетях порока. Теперь приходит смерть, опутывает меня своей сетью, И влечёт в сторону мёртвых. Что мне делать? Жизнь моя кончена, и схожу я во гроб, А там ждёт меня суд. Окажи мне щедроты твои в день суда, О, судья, готовый к отмщению! Блуждал и скитался я на пути пороков, А не помышлял о пути в вечность. Оставил стезю правды и гонялся за суетою. Увы! Пришёл теперь день воздаяния, И одежды мои нечистые и гнусны. Благодать твоя да защитит меня вон и день от огня, Попаляющего нечестивых. Десница твоя, создавшая Адама, Извлекшая Симона из моря и меня, Да извлечёт из волн и мятежей Восстающего на меня мира. Погрязь я в тени, Потопляют меня воды мира, Не дают мне изникнуть и перевести дыхание. Крест твой, Господи, да будет для меня Жезлом и опорой в пути, которым пойду. Великом я страхи, потому что Переселяюсь из жизни и несу с собой бремя грехов. В день воскресения взыщут с меня По рукописанию, написанному правосудием. Горе мне, когда прочтена мне будет книга, Наполненная моими преступлениями, И обнаружатся скверны мои, И поставят меня слева. Ты, Господи, будь для меня светом во тьме. Ни богатства, ни имения Не будет сопровождать меня Из этого временного жилища. Как вошел я в мир, Так выхожу из него нагим. Нагим пришел я в обитель смертных, Нагим и пойду из нее на суд и мучение. Друзья мои наслаждаются моим достоянием, А меня предваряют уже наказание на суде. Как прекрасен мир! Но полон он смерти, Подобен светку, Развернувшемуся в весенний месяц. Светет, пока роса и дождь поддерживают в нем жизнь. Настал зной, И свет увядает. Так смерть заставляет блек на клониты, И прекрасно сложенные члены Разрушает во гробе. Даруй нам, Господи, Прибежище и защиту в стране, Где обитают праведные. Светлее сияет рай, Нежели солнце в этом мире, Исполненном тьмы. И мысленные наши очи Слишком темны для того, Чтобы прозреть в обитель радостей. Тьма распростерта в воздухе, И они не видят высоту. Поэтому сыны земли смотрят всегда только на землю. Свет лучезарнейший солнца, Озри меня во мраке гроба, Озари. Мир объюродел в чадах своих. Они грешат, метутся, Обуреваются собственными своими волнениями. Как многие из них, Кружатся, не зная себе покоя, Собирай терния для огня. Нечестие надменно отверзает уста свои, Истина безмолвна и молчит. Беззаконие витийствует, А правда скрывается. Только смерть заставляет умолкнуть Всех вступивших в мир. Блаженство совершил в нем путь, И не погряз. Мир многобурней метущихся волн, Сильнее возмущается грехами, Нежели море ветром. Бывает время, что воды морские спокойны, Именно же, Когда ветры сокроются в свои лаговища. Но в мире непрестанно метутся Волны вожделений, И ветер обмана дует В двери судей его. Впрочем, близок день, В который он стихнет. Блаженство совершил в нем путь, И не впал в его сети. Отверз-то дверь кающимся, И нет времени, Когда бы не внимал им милосердой. Всегда преклоняет он слух, Что упадает на мрачебство Оставление грехов. Вот, Господи, погрязли мы в море зол, И приближается суд, На котором не будет щедрот. Даруй нам, Господи, Соделаться бодрственными в молитве, Чтобы молению нашему Отверзлась дверь Твоя. Разрешил я болезнущую утробу матери, Вышел из нее на свет И принес с собой слезы и воздыхание. Мир едва увидел детство мое, Наругался над ним И увлек в суеты свои. Как из тьмы перешел я в тьму греховную, Вскоре сретает меня смерть И погребает во тьме. И вот тление разрушает тело, И тьма уготована в воздаяние. Объемлет меня страх, Потому что нагим пустился я в море, Который выбрасывает из себя пловцов. Зашел я на корабль, Чтобы заняться куплей И приобрести сокровища. Но восстали на меня волны, И потонул я в морском волнении. Душа и ее стяжание Остаются добычей волн. Нагим пустился я в море вначале, Нагим извергает оно меня в конце. Волнуется и метется беззаконие, Совершаемое в мире этом жилище скорбей. Сильнее волн свирепствуют в мире Распаленные похоти, Тенетые сети опутывает тех, Которые служат ему. Грехи и беззаконие, Вот их лукавые бремена. Но для добродетельных приближается время, Когда корабль их упокоится в пристани. Приятны времена и лета твой мир, Но они как дым. Ты подобен летучему сновидению, Дни твои тоже, что тень. Вечер твой проходит скоро, И утро твое непродолжительно, Часы твои непрерывно бегут к концу, На перерыв. Спеши, грешник, получить прощение, Пока светит для тебя дневной свет. Суд праведен, праведен и судья, Праведен суд правды. На нем взвешивается и вознаграждаются По достоинству дела каждого. Делавшие беззаконие, Будут в этот день мучиться раскаянием. А подвижники добродетелей в этой стране Насладятся радостью. И меня, написавшего сие на пользу К праведным, причисли, Господи, По благости твоей. Двадцать восемь. Сын Иисеев пишет в книге псалмов, Подвигнув и настроив цевницу свою, Воспевает он блаженно-непорочное В пути Господнем, Ходящее в законе Его. И Спаситель наш в Евангелии жизни сказал, Блаженны чистые сердцем, Ибо они Бога узрят. Блаженны сетующие, Ибо они утешатся. Блаженны плащущие, Ибо они возвеселятся. Отрехшимися от мира и от суетных дел Его, В возненавидевшим похоти Его И гнушающимся забав Его, В Евангелии спасения дано обетование воздаяния, Неприходящий чертог, Нескончаемая жизнь. Из любви Господу своему оставили Они в мире семь родных, Родителей, богатства и имения, Ибо слышали, что блаженны нищие духом, И за сие ожидает их горнее царство. Тела твои свои соделали они храмами Духа Святого, Строгостью жизни своей Препобедили похоти, Несли иго тяжких трудов, Из любви ко Господу своему Презирали жизнь свою. Распяли они души свои, Пригвозили ко кресту тела свои, И под визиществом своим У милости вели Творца своего. Увидели они, что мир приходит, Что удовольствия его скоротечны, Что все в нем для обладающих им То же, что сонная мечта. Господь наш в Евангелии Своем Обещает блаженство тем, Которые усердно и бдительно Служат ему. К таковым простирает он Десницу свою, Таковым дает награду, Таковых посаждает с собой За трапезой жизнь. На таковых возлагает венцы, И вкушают они блаженство В чертоге его, За скорби, понесенные с ним С утра до вечера. В горний Иерусалим парят, И возносятся те, Которые соблюдают заповеди И завет его. Горнее царство ожидает К себе тех, Которые одержали победу во брани И прославились с тем. Ангелы по обычаю своему Нисходят подкреплять борцов Во время брани. Духи стремятся Во встретение победителям, Именуют их блаженными, И говорят, Придите, утружденные, Упакуйтесь от трудов своих, Терпением страданий Победили вы лукавого. Рай отверзает им Врата свои, Вселяются они в обители света И упокоиваются там. Свет их сияет, Как прекрасное солнце, Красота их светозарна, Как величественный свет. В песнопениях своих Взывают они, Благословен ты сын царев, Не отказавший в награде Тем, которые служили тебе. В устах их глаз Словословие и хвалы тому, Кто укреплял их во брани. Скорби и злострадания, Какие претерпели они безропота, Уготовили им жизнь В нескончаемом мире. Ангелы девятся славе перстных, Потому что облекаются они В славу, подобную славе Существ духовных. Славой Иеризой и Святого Духа Покрываются те, Которые облекались В уничижении Господа своего. Отец любит их, И Сын с любовью объемлет, И Дух Святой вселяется В чистых телах их. Христос взывает им И говорит, Придите, гонимые, за имя мое, Войдите в чертог, Из которого никогда Не выйдут званные. На этот глаз Успомненной жизни Отовсюду стекаются Праведные, святые и монахи. На облаках летят они Воскресенье Сыну Господа их, Чтобы приять от Него Награду за труды свои. Очи, притупившие зрение От упражнения в законе Его, Уста, немодствовавшие При исследовании заповедей Его, Входят в церковь первородных На небесах, И вместе с славными иереями Воспевают хвалебные песни свои. Радостью наслаждается душа их, Веселится дух их, И тело их утешается В неприходящей жизни. Эти злостраждущие, Нуждающиеся, Которые в уповании жизни, Обетованной спасителем нашим, Приняли на себя Произвольную нищету, В наследие и обладание Приемлют негибнущее богатство, Получают в награду блаженство И всегда веселящие утехи. Лукавый скорбит, Что не положил пятен на телах их И не устоял в борьбе с ними. Они возгнушались чревоугодием, И возлюбили воздержание, Отгнали от себя плотскую нечистоту И возлюбили целомудрие. Они избрали себе страдания И возненавидели покой, Совлеклись гордости И облеклись в смирение. Мучиться при виде них Ненавистник человечества, Потому что открыли они Коварствою и расторгли путы его. Победили они врага И восторжествовали над ним, Обратили его в бегство И приобрели себе славу. Победили его И возвеличены, Призрели его И увенчаны славою. Несчетно взывает он Горе, горе мне, Когда видит, что праведники Препобедили его злое хищрение. Здесь даруй мне, Господи, Слезы покаяния, Чтобы загладить ими Соделанные мною Срамные дела. Гнусно содеянные мною грехи, Прости их мне По благодати Твоей. Умоляю, ударяю в дверь Твою, Отверзли мне Твою сокровищницу. Известны Тебе дела мои Из трупы и язвы. Омой грехи мои В море милосердия Твоего К Тебе прибегаю, Господи. Тебя прошу, Не отвергни слез, Приносимых Тебе мною. Да ныне грешил я, Теперь умоляю, Покажи на мне щедроты Твои И даруй мне спасение Твое. Несвойственно благости Твоей Отвергать грешников, Которые приносят покаяние Во грехах своих И возвращаются в общий Твой двор. Устами и языком своим Словословлю благость Твою, Друг кающихся, Милующий грешников. Буду проповедовать об этом народам И ободрять всех подобных мне грешников. Щедроты Твои открылись на мне, Ими получил я прощение. Во всякое время буду возглашать Хвалу Тебе, Господи. Помолитесь Господу вашему О написавшем для вас Сие чистые беседы, Чтобы прощенны ему были грехи его. 29. Для чего ты, любезная и драгоценная душа, Столько несчастную делаешь себя грехами И не помышляешь о дне суда? Вот внезапно постигнет тебя Преселение и подвергнешься Истязанию за все злые дела Свои гнусные грехи, Какие учинила ты в мире всем. Восстань, проливай слезы И рыдай горько, Чтобы не плакать тебе там, в гиенне. Горе мне, любезные, дорогие братья мои, Удалился я от Господа нашего, Угас светильник мой В час брачного пира. Извержен я во тьму кромешную, Утопая в зловонии беззаконий и грехов, Стал мерзостью для ангелов И другом сатаны. Горе мне, когда правда Воссядет и начнет судить меня, Потому что посрамлюсь тогда Вместе с дьяволом. Вот, горы, долины и холмы Рыдают о мне, потому что Не обращаюсь. Утесы плачут и с великой скорбью Горько рыдают о мне. И нас, да расположит это Стенать и плакать, подобно Горько плакавшему пророку Иеремии. Увы, все погружено в сетование И плачет о горьком моем бедствии. Да рыдают о мне все холмы, Потому что лишен я всякого добра. Всю жизнь свою надлежало мне Искать прибежище в словах Святого Духа. Но противник удерживал меня От всего лукавым своим изволением. Его исполнял я волю И ходил путем порока. И что еще хуже, Ходил в самой юности. А он тотчас отошел бы от меня, Если бы захотел я. Горе мне, друзья мои возлюбленные, Любил я злое, И вот стал я бедный ужасом Для всех видящих меня. Прошу, и никто не дает мне. Буду же безмерно сетовать, Непрестанно рыдать, Скорби и горести проливать О себе слезы, Потому что соделался я Жилищем зла, И нет во мне доброго. Все святые и праведные ожидали, Что и я присоединюсь к ним. Но не проливал я слез Согрехах своих, Которых много у меня С самой юности. Плачьте же о мне, Все целомудренные и святые, Потому что удалился я От чертога радостей. Все плачьте о мне, Братья мои, Потому что отторгся я От любви вашей. Вот утесы, в которых укрывался я, Проливая слезы о мне, Братья мои возлюбленные, Ибо видит, что отрекался я От занятий и труда благочестивых. А мне сиэтые содрогнулись, И с великим треском Всколебались они, Потому что не приготовил я себя На пути к вечности. И каменное сердце мое, Отвердевшее с юности, Остается нечувствительным. Горе мне, Когда правда произнесет на меня Страшный приговор, Ибо вот жизнь моя исчезает внезапно, А там нет щедрот. Здесь только вполне предлагаются они Всякому, кто со слезами и сокрушением Умоляет об оставлении грехов. Здесь дают они жизнь и блаженство Всякому, кто приносит покаяние. Как скорбен день грешника, Любезные дорогие мои братья! Никакие уста, Никакой язык не в состоянии выразить, Какой суд ожидает его! Но если пробудется он, Обратив взор на самого себя И с воздыханиями, Скорбя и болезненною, Станет плакать, То насладится блаженством В чертоге радости И не подвергнется осуждению. Блажен, кто исправил себя Покаянием и жизнью Своей умилостивил Господа нашего. Если приселится он в ту страну, То упокоится в царстве, В пристани святых, Избавится от суда И страшных ужасающих мучений, Какие ожидают сатану, Которого осуждение бесконечно. Блажен, кто и не услышит о том. Блажен, кто непрестанно Со слезами взирает На беззакония свои И не услаждается Помышлением о тех скверных грехах, Какие учинил он в мире всем. Он войдет в чертог радости И насладится там блаженством С соннами всех праведных и святых В новом неприходящем мире, На той брачной вечере, Которой никогда не оставляет Призванные на нее. Но горе мне, бедному, возлюбленные, Я замоторел во множестве зол. Такое жестокое, Каменное сердце у меня, Что забыл я день суда, На котором нет места Ни щедротам, Ни оставлению грехов И неприемлются слезы воздыхающего. Горе мне, когда явлюсь перед этой правдою, Ибо знаю, что сделано мною. Когда увидел ты, Господи наш, Что утратил я славу твою, Не потерпела этого любовь твоя, Ты с ней шел рождением твоим, Страданием твоим и крестной твоей смерти, И избавил меня от сатаны. Но вот я грешил, прогневлял тебя, Оскорбял имя твое беззакониями, Грехами и злодеяниями, Соделанными мною. Горе мне, Несправедливый, неблагодарен был я, И осквернил себя Множеством злых дел. Плакал и проливал я горькие слезы, Когда пришел в размышления. Оно переселило меня, возлюбленное, в огонь, Привело в страну ужаса, Перенесло в страшную и ужасную бездну, Погрузило в пламень, Ввергло во тьму, Сердце мое ощутило сие. И возрыдал я от страха и ужаса При мысли о всем приселении. Уносясь мыслями, Рассматривал я жилища тьмы, Видел вправо и лево от себя Сторони обители всех святых. Тогда с рыданием и плачем, Скорбя и болезнью, Осуждал я сам себя. И горько восклицал, Горе мне, горе, Сугубое горе, Что уготовано мне правдою. В ужасе пробудился я от сна, Но не избавился тем от мучения. Растерзал я одежду свою, Плакал и рыдал. Что сделалось со мною бедным? Открою главу свою, Подобно блуднице, Исповедуюсь во грехах своих, С воздыханиями буду умолять, Обращу очи свои в слезные источники, Чтобы оплакать себя злосчастного. Пойду к подобным мне мытарям, Пойду к грешникам, которые покаялись, Пробужу спящее сердце свое, Замоторевшее во множестве зол, К ним присоединюсь, Им уподоблюсь. Как они станут рыдать О соделанных мной грехах, Чтобы не приходить мне на Божий суд, И не мучиться в бездне гиенской? Сподоби меня, Господи, Возлюбить любовь Твою, В которой святые и правильные Находят в себе утешение, И не любить ничего чуждого Тебе, Божие, Благоволящий и кающимся, Любящий грешника, Который лицо свое орошает слезами, И горько оплакивает преступление свое. Сподоби меня, Господи, Того благословенного конца, Какой уготован всем святым. Любовь Твоя, Божия, Подвигла Тебя по благости Твоей, Сотворить меня из персти. Ты украсил меня небесными Твоими красотами, А я забыл Тебя, Послушался сатаны, И из великого вожделенного блаженства Не спал в бездну, Зловонии и в греховную тину. Горе мне не умел я оценить славы своей, И вот страшусь и готовлюсь для тьмы кромешной. Заклинаю Тебя, Господи, Крестом Твоим, Не сокрушай меня за беззакония мои, Да не предстану величию Твоему Посрамленной и трепещущей от страха. Даруй мне, Господи, Наше оставление при грешении, Очисти у меня скверны, Как у сына Иисеева, Заклиная Тебя тем днем, В который пригвозили Тебя ко кресту. Будь милостив ко мне И очисти меня по благодати Твоей. Не знают Херувимы, Чему подавляется могущество, Которому служат они престолом. Оно далеко от взора их, Хотя носит его на себе. Благословенно могущество, Которому служат они престолом. Да славословят Тебя духи, Влекущие колесницу Твою, Да славословят Тебя человеки Вместе с Марией Твоею Матерью. Все горнее и дольнее, Да воссылает единогласно хвалу Тебе. Воздвиглись мученики И твердо стали во брани. Они предали себя на смерть Ради Сына Господа Своего, Возненавидели временную Приходящую жизнь В уповании, Наобитованной им на небесах. Потому не убоялись Ни мучений, Ни скорбей, Призрили страдания И горькие муки. И им уготованы Жизнь бесконечная, Черток немерцающего света. В прах и пепел Превратились роды И поколения людей И ожидают Глаза воскресения, Чтобы мертвые тела Их воскресил Ты, Прославленными, Потому что в Тебя Облеклись они в крещении, Вкушали тело Твое, И пели животворящую Кровь Твою. Да станут же они, Господи, Азисную Тебя И вместе с ангелами, Да насладятся блаженством В Эдеме. Тридцать. Даруй мне, Господи, И когда бодрствую, Чистым предстоять Тебе, Искупитель мой, И когда сплю, Вкушать сон без греха. Если же бодрствуя, Совершу беззаконие, Да буду очищен Благодатью Твоею, Господи. Если согрешу во время сна, Да будет мне очищением Милосердие Твое. Крестом уничижения Твоего Соделай сон мой безмятежным, Предохрани меня От беспокойных сонных мечтаний, От нечистых представлений И воображения. Даруй мне всю ночь Проводить в покойном сне, И да не возобладают Мною лукавые И порочные помышления. Животворящим телом Твоим, Которое вкушал я, Предохрани меня От нечистой похоти, Да возлягу и усну в покое. Кровь Твоя Да охраняет меня, И душе моей, Которая есть Твой образ, Создаруй свободу, Какая приличка образу Твоему, И тело мое, Созданное Твоими руками, Да покрывай десница Твоя. Стеной и щедро Твоих Закрой меня, Как оборонительным щитом, И когда тело мое Покоится и спит, Благость Твоя Добой стражам моим, Чтобы к ложу моему Не приблизился лукавый. Предстательством Родившей Тебя матери, Жертвою, Которой принесена Тобой Изо всех, Умоляю, Отгони сатану, Чтобы не тревожил меня. На мне, Господи, Исполни обетование Твое, И крестом Твоим Охраняй жизнь мою. Тебя восхвалю По пробуждении своем, Потому что мне, Бедному, оказал Ты Любовь свою, И спящее, Потевающее в покое И бодрствующее, Огражденное оружием Твоим, Да воздают хвалу Тебе Живущий вечно хранитель, Возбудивший меня На словословие Твое. Тридцать один. Прими, кадила наша, И будь милостив К людям Твоим. Не укоряй нас, Милосердый, И не гневайся на нас За то, Что много согрешили Пред Тобою. Седроты Твои, Да подвигнуть Тебя От бедных нас, Грешников, Приять кадила И молитвы наши, Как Ааронова кадила. Исан и Иреев, Служащих Тебе Предцветым жертвенником, Да будет возвеличен Подобно Аарону. Погрязь я, Господи, В море беззаконий И грехов. Спал в путы и сети Лукавого, Уклонился от пути Твоего. Много страдаю я, Господи, И сильно угнетен. Нет у меня помощника, Некому избавить меня От злых страстей. К Тебе вопиюныне, Господи, Как Симон из волн Призывал Тебя на помощь. Ты послушал Его Могущественную Твоею силою. Послушай меня, Как послушал Его. Извлеки меня из моря Беззаконий и грехов, Соделанных мною. Спаси от гиенны, От червя неумирающего. Тогда прославлю Благодать Твою, Сын Божий, Снисшедший для нашего спасения. Трепещу за обычаи Злокозненного мира сего. Содрогаются и трепещут кости Мои при мысли об огне, Который ожидает любящих мир. Воздыхаю И горько плачу О своей прошедшей И исчезнувшей жизни. И ублажаю всех добродетельных. Собственные щедроты Твои Да у милости ведь Тебя Засоделанные мною беззакония. И скверны мои Да не обратятся мне В посрамление Пред страшным престолом судьи. Помилуй меня И будь ко мне милости, Сын Божий, Снисшедший для нашего спасения. Горе мне, братья мои. Дни мои протекли, А дух мой связан был Удовольствиями лукавого мира сего. И не помышлял я о страшном И ужасном дне, В который явится первородный, И с ним придут хранители И прочие ангелы. Всякий с трепетом Предстанет тогда при ним Дать ему отчет во всем, Что делал в этом лукавом мире. Какой ответ дам я за себя, Когда спросят меня там О всем, что делал я Тайно и явно. Животворящее тело Твое И ощущающая кровь Твоя, Которую принимал я Из рук иерейских, Да будут достаточны мне, Господи, К умилостивлению Твоему. Ничто этот мир И все его богатства И имения, И вся привлекательная прелесть И суетных благ его. Мир приходит, Могущество его прекращается, Удовольствия его исчезают, И для обладающего тоже, Что сонная мечта. Помыслим, братья мои, О смерти, которая внезапно, О суде и о мучении, Какое напоследок постигнет, Делающих злое. Пока есть еще время, Скорбью воззовем, Пощади нас, Пощедротом Твоим благи, И будь нам милостив На суде правды. Отпусти нам все грехи Наши, Сын Божий, Снисшедший для нашего спасения. В день, когда Сын Царев Явится во славе И придет на облаках небесных Воскресить умерших, В день сей Ангелы снизойдут К заключенным во гробах И вострубят трубы, Все услышат во мгновение Око пробудется И восстанут нетленными. Уготован будет престол, Воссядет судья И разлучит добрых и злых, Злых в огонь, А добрых в царство. В этом мире, братья мои, Будем умолять о щедротах, Чтобы обрести нам щедроты В том неприходящем мире И наследовать там царство, И во средние судьи Выйти с веселым лицом И со всеми благогодившими Ему воспеть ему Хвалебные песни. Устатвы и Господи Наш обещали и изрекли, Призовите и услышу, Ударяйте в дверь И открою. Подобно грешнице Взываем к тебе По преизбыточествующим Щедротам милосердия твоего Прости нам долгие грехи наши, Как тот мытарь умоляем тебя И как сын, Расточивший имение свое, С душевным покаянием Взываем к тебе Согрешили Против неба И пред тобою, Господи. Прими нас, как сам обещал, И да возрадуются и ангелы, Хранители и архангелы. Ты, приявший покаяние Симонова, Прими покаяние рабов твоих И помилуй нас. Приступи, грешник, Согрешивший пред Господом, Приступи к нему С душевным покаянием. И он простит тебе Долгие и грехи твои. Проливай слезы у дверей врача, С воздыханиями умоляй его, Покажи ему струпы, Какие на душе твоей. Охраняй язык свой От всякого зла, И уста твои, Сотворенные для хвалы, Да не произносят Хульного слова. Прости брату своему, Если погрешил он против тебя, И Христос простит тебя, Как обещал по милосердию своему. Помилуй нас, Господи, Господи наш, И прости нам долгие грехи наши, Исподоби нас, Чертога твоего. Для чего дозволяешь Приходящему миру Обольщать тебя, Смертный человек, И приводишь в такое смятение, Мучишь себя напрасным трудом? Он льстит тебе И побуждает тебя Собирать больше и больше богатства. Когда же придет конец, Богатство оставит тебя, И ты немало не воспользуешься им. Помыслить человек о части разлучения твоего, И вспомни о том богаче, Который желал себе одной капли воды. Пока еще жив ты, Расточай бедным, И Христос по обетованию своему Воздаст тебе и всем, И в том мире. Блаженны, милостивы, Ибо они помилованы будут Богом В день воскресения. Посевай милостыню в руки нищих, И жди воскресения. Тогда придешь И пожнешь рукояти радостей. Прости долги наши по благости Твоей Сын Божий, Снисшедший для нашего спасения. Приближается и готов Открыться день скончания, В который придет Царь Христос. И с ним придут сонмы ангелов. Он направляет шествие свое Гореев и в усеев, И манием своим повелевает ангелам Собрать род человеческий. Престол поставлен, Восседает судья, Приходят все племена Принять суд по делам своим. Пощади нас, Господи, И по щедротам благости Твоей Отпусти нам долгие грехи наши. Куда уйду, Где укроюсь в пришествие Твое, Человеколюбец, И высота, и глубина, и моря Все исполнено Тобою. К Тебе прибегаю, Как та недужная, Которая коснулась края ризы Твоей, И Твоей ризою исцелилась От недуга своего. Поскольку и я Ищу убежище Уживотворящего креста Твоего, То да избавлюсь им от огня И да наследую царство. Тридцать два Прежде нежели грехи мои Придворили меня на суде И посрамили пред судьею, Помилуй меня, Исполненный щедрот, Господи. Прежде нежели заключил Ты Для меня дверь Твою, Сын Божий, И соделался я пищей Неугасимого огня в гиенне, Помилуй меня. Прежде нежели колесо времени Совершило обращение Своё при колодце И сокрушился водонос При источнике всех племён Икрестья 112.6 Помилуй. Прежде нежели лицемеры Сказали, Господи, Господи наш, И Ты изрёк ему в ответ, Не знаю вас, Помилуй. Прежде нежели воинства Вышли предшествуя Сыну Царёву, Чтобы собрать Бедный род наш К престолу Судьи, Помилуй. Прежде нежели персть Возвратилась в землю, Стала гнилости, И все черты красоты Её истлели, Помилуй. Прежде нежели подумала меня, Как на дерево ветер смерти, И в теле моём появились Болезни, предвещающие Близкий конец, Помилуй. Прежде нежели Величественное солнце Померкло в высоте, Да воссияет для меня Свет Твой свыше, И да рассеет страшную тьму Ума моего, Помилуй. Прежде нежели Прозвучит голос трубы Перед пришествием Твоим, Господи, Нашей Иисусе, Пощади рабов Твоих, Умоляющих Тебя, И помилуй. 33. Убойся, грешник, Суда и гиенского мучения, Здесь проси себе Оставления грехов, И умоляй об избавлении Своём Господа Твоего. Прежде отшествия Своего Привлекай на себя щедроты, Чтобы смерть не ввергла Тебя в погибель. Страшное будет зрелище, Когда судья потребует Отчёта у свободной воли. Кто говорит о себе Чистья, Тот делает себя Достойным осуждения. Но кто устами своими Исповедует, Что он виновен, Тот обретает себе Щедроты у судьи. Великое горе ленивому, Который зарыл В землю и серебро Своё и лихву, Трепет об ими душу, Когда вопросит Её о соделанном ею. Взыщит она взорами На судеб братьев И друзей своих, Пришли ли они И помогают ли ей. Не помыслит уже О богатстве, Об имении, О роскоши, О забавах. Несчастным назовёт Того, Кто в мире Семь приобретал Себе Больше потребного. Как жестоко, Братья мои, То разлучение, Какое произведёт Бог В день испытания. Куда бежать Мне от скорби, Где искать Прибежище И помощи. Что делать Мне осуждённому, Потому что Сам я Причиною Своей погибели. Какое око, Какое ум состояние Взирает На жестокий Этот огонь. Сатана, Этот соблазнитель, Обольстил меня Этим бренным миром. Не верь мне, Меня, Господи, В гиенну Вместе с Несчастивыми И злыми. Прекрасно И славно Царство, Уготованное Тобой И избранным Твоим Милосердой. Крест Твой, Господи наш, Да послужит Мне мостом, Чтобы перейти На правую Сторону. Сподоби Меня, Господи, Войти в чертог Вместе с Первым из учеников, Сыном Иоанн, Ионином, Которому Верил Ты На сохранение Драгоценный Ключ Горнего Царства. Помолитесь А мне Вы двенадцать Драгоценный